МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре начался отопительный сезон. По какой схеме будут подавать тепло в дома и социальные объекты? Жителям крутых ключей Смышляевки станет удобнее добираться до дома. В Самаре изменили схему автобусных маршрутов. Общий вклад в благосостояние государства. Самарцам стали поступать уведомления об оплате налогов. В какие сроки и где можно заплатить? В июле зарегистрировали рекордное число автоугонов в России. Куда идут похищенные машины и на какие марки чаще всего охотятся? Чувствительным людям стоит подготовиться. В выходные Самарская область накроет сильное магнитное буря. В Самаре сегодня официально начался отопительный сезон. Первыми потеплели батареи в объектах социальной сферы. Затем тепло начнут давать в многоквартирные дома. В связи с технологическими особенностями процесса, эта работа выполняется поэтапно и займет около двух недель. С подробностями Светлана Тимофеева. В Самаре официально стартовал отопительный сезон. Подключение тепла – один из главных вопросов, которые обсуждали на совещании под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Ресурсники, руководители предприятий жилищно-коммунального комплекса, представители профильного городского департамента и районных администраций также непрерывно следят за процессом пуска теплоносителя. Напомним, в первоочередном порядке подключают учреждения социальной сферы, требующие повышенного внимания. На эти объекты подача тепла началась заблаговременно, еще на прошлой неделе, до официального старта отопительного сезона. Речь идет о детских садах, школах, больницах и других учреждениях с круглосуточным пребыванием людей. Первый вице-мэр поручил ускорить работы по запуску систем утопления. На сегодняшний день и сделать упор на пуст тепла, еще раз, чтобы мы максимально сегодня первый день пуст тепла, по больницам, по объектам образования, по детским садам и по школам. Несмотря на то, что официально отопительный сезон в Самаре начался с 27 сентября, уже на вечер понедельника теплом были обеспечены. Почти 50% больниц, более 85% детских садов, около трех четвертых учреждения опеки и соцзащиты с круглосуточным пребыванием людей. Также ведется подключение учреждений образования, культуры и спорта. Сегодня в своем телеграм-канале глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что все возникающие вопросы решаются в оперативном порядке и адресно. Главам районных администраций и профильному департаменту поставлена задача координировать работу на местах в ежедневном режиме. Мы вступаем в благоприятный период по пуску тепла. Нет вот той изнурительной, когда мы провалились за ноль или плюс там два, плюс три, торчали 3-4-5 дней. На сегодняшний день, если даже по температуре, 9,5 средняя температура была вчера. У нас даже восьми еще ни разу не было температуры при позиции, которой бы можно было начинать отопительный сезон. Напомним, по нормативам отопительный сезон должен начинаться, если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов в течение пяти дней. Но городские власти и ресурсные организации решили дать ему старт раньше. В первую очередь батареи нагрелись на тех соцобъектах, чьи руководители подали заявки. Сегодня начали отапливаться и многоквартирные дома. Их в Самаре более 10 тысяч. Этот процесс займет порядка двух недель. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Жители отдаленных районов Самары, как никто, знакомы с постоянными транспортными пересадками. Все это отнимает не только время, но и деньги. Возможно ли как-то решить проблему и сделать популярные маршруты еще удобнее, расскажет Александр Гусева. Маршрут номер 67 знаком многим самарцам. Автобус проезжает практически через весь город. От одного из самых дальних микрорайонов «Крутые ключи» до железнодорожного вокзала в центре города. На днях муниципальный маршрут продлили в Волжский район, чтобы автобус мог возить пассажиров из-за предела территории города. Теперь муниципальный маршрут востребовал не только жителями Самары, но и соседнего Волжского района. Это было сделано по многочисленным просьбам жителей Кошелев парка в том числе. Эти люди хотели пользоваться городским автобусом, всеми удобствами, всеми льготами. То есть это большой автобус, в том числе тут МАЗы работают, которые к нам в прошлом году пришли с кондиционером. Здесь принимаются все виды льготных проездных документов. Это транспортные карты, карты школьника, карты студента, социальные карты. Теперь жители будут доезжать до остановки в жилой квартал Баварская деревня. Затем желающие попасть в Волжский район могут воспользоваться бесплатной пересадкой на новый мультимодальный маршрут 67К, следующий от остановки школа номер один, станция Ягодная, и доехать в нужную точку. Для пассажиров проезд по этому маршруту стал абсолютно бесплатным. Для этого были выделены дополнительные средства из областного бюджета. Расписание дополнительного маршрута состыковали с расписанием маршрута номер 67 для удобств местных жителей. Я еду, всего две остановки на 67-м коротком, вот до суда. Здесь я сажусь на 67-й, понимаете, очень удобно, конечно. Ну, идти надо до следующей остановки было. А сейчас удобно, из дома вышли и посели на 67-м. По словам представителя компании-перевозчика, на горячую линию продолжает поступать обратная связь от пассажиров. На самом деле было очень много пожеланий, просьб, обращений. Вот, на самом деле, мы эту неделю, стоит отметить, да, на горячую линию у нас обращаются пассажиры только по таким моментам. Это по потерянным вещам. Это школьники, студенты оставляют вторую обувь забытую. И второй момент – это слова благодарности. Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил областному Министерству транспорта и автомобильных дорог разрешить проблему транспортной доступности микрорайона Кошелев парк и городского поселения Смышляевка. Появление новых транспортных развязок и маршрутов – это одно из важнейших направлений, которое позволяет обеспечить комфортную жизнь горожан. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжаются работы, связанные со строительством метро. Это касается выноса сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрических кабельных линий и газовой магистрали. Такие работы сосредоточены в районе скверов, находящихся на пересечении улиц Галактионовской-Вилоновской и Галактионовской-Красноармейской. Также власти города и специалисты метростроя обсуждают варианты перекрытия участка улицы Новосадовой от Первомайской до Полевой в сторону центра. Временно ограничить движение необходимо для перекладки инженерных систем. При этом мэрия повышенное внимание уделяет вопросу минимизации неудобств и частичному сохранению возможности движения по участку в районе Новосадовой и Полевой. Отметим, что все работы, связанные со строительством станции метро «Театральная», ведутся совместно с региональным заказчиком и профильными службами областного центра. «Когда у нас появляется новая станция метро именно в самом историческом культурном центре Самары, где в доступе все музеи основные, все театры, основные прогулочные зоны, что становится очень удобным для доступа жителей отдаленных районов города буквально в 20-30 минут, не тратить много времени и сил, самое главное, на все пересадки, на толчую в общественном транспорте, чтобы попасть довольными, счастливыми и, в общем-то, не уставшими ко всем культурным институциям». Улучшить качество жизни совместными усилиями. Самарцам начали рассылать налоговые уведомления об уплате налогов за 2021 год. Почему важно платить налоги вовремя и на что идут средства в нашем сюжете. Вклад в развитие государства и улучшение качества жизни каждого. Самарцам начали рассылать налоговые уведомления об уплате транспортных и имущественных налогов за 2021 год. Тем, кто зарегистрирован на сайте налог.ру и имеет личный кабинет, уведомления приходят туда, остальным по почте. «Гражданам, у которых не открыт личный кабинет, нужно будет, получив с почты уведомления, пойти в почтовое отделение по месту жительства и получить налоговые уведомления за казну и тесну». Транспортный налог пополняет областную казну, налог на имущество физических лиц и земельный – местную. После чего средства направляются на здравоохранение и социальную сферу, что вполне ожидаемо на фоне пандемии и борьбы с ее последствиями. Немалые суммы ежегодно тратятся на образование, а также на строительство и ремонт дорог, закупку общественного транспорта. Но главные расходы – содержание жилищно-коммунального хозяйства. В региональные и местные бюджеты включаются расходы на переселение граждан из аварийного жилья, содержание и ремонт, реконструкцию жилищного фонда, развитие и модернизацию коммуникаций. Налоги важно платить, потому что те деньги, которые поступают в бюджет от налогоплательщиков, они в первую очередь используются на благоустройство и на повышение качества жизни тех же самых налогоплательщиков. Поэтому я хочу, во-первых, поблагодарить тех людей, которые сразу, получив уведомления, идут и оплачивают. В первую очередь, конечно, важно для меня, как и для главы района, важна уплата имущественных налогов и земельных налогов, потому что все эти деньги консолидируются в городском и районном бюджете, и, соответственно, потом они идут на благоустройство территории. Срок уплаты налогов – 1 декабря. Налоговые органы обязаны направить уведомления не позднее, чем за месяц до этой даты. В случае неуплаты налогов начисляются пени в размере 1,3 отставки рефинансирования Центробанка за каждый календарный день просрочки. Информация о должнике передается в судебные органы, далее выносится судебный приказ и приставы взыскивают налоги, а также начисленные пени с карточек или со счетов недобросовестных налогоплательщиков. Обеспечить рабочими местами граждан, освобожденных из мест лишения свободы. С начала этого года в Центр занятости населения Самары обратились более 60 человек, которые отбывали срок в колониях региона. Из них 53 получили статус официально безработных. Всем без исключения оказывается психологическая помощь и помощь в трудоустройстве. Об этом сообщили в мэрии и на заседании комиссии по профилактике правонарушений. Где зарегистрироваться бывшим осужденным, чтобы найти работу, и как быть инвалидом второй и третьей группы, если работодатель не идет на контакт, узнал Ольга Павлова. Работа по оказанию помощи ранее судимым лицам в городском округе Самара активно ведется сотрудниками Центра занятости населения. Бывшим заключенным подробно разъясняют, что нужно сделать для того, чтобы работодатели не исключили их из потенциального списка соискателей на вакантные места. Рамки по подбору такого персонала ограничены. Ранее судимые не могут, к примеру, работать в дошкольных, общеобразовательных учреждениях. Инвалидам второй и третьей групп еще сложнее. На трудоустройство граждан судебной истории большинство контор идут неохотно. Тем не менее, благодаря слаженной работе Центра занятости населения и профильных ведомств многим все же удается найти работу, некоторым даже по специальности. В ходе совместных мероприятий 112 лиц, стоящих под административным надзором в отделах полиции, то есть через Центр занятости населения, было предложено трудоустроиться. Данная работа во взаимодействии с Центром занятости населения, она будет продолжена. Только с начала этого года в Центр занятости населения обратились более 60 человек. Из них 53 человека получили статус официально безработных. Всем без исключения оказывается психологическая помощь и помощь трудоустройстве. Проводятся мероприятия по социальной адаптации и социализации. Кроме того, законодательство позволяет начислять пособия тем гражданам, которые осуществляли трудовую деятельность в местах лишения свободы. Если раньше всем этой категории назначалось пособие полторы тысячи на три месяца, то сейчас мы назначаем пособие в процентном соотношении в течение полугода. Это немножко тоже привлекает эту категорию граждан, все-таки это не полторы тысячи. На заседании комиссии по профилактике правонарушений городского округа Самара затронули вопросы миграционной ситуации в столице региона, а также рассказали о мероприятиях, которые проводятся Роспотребнадзором по пресечению правонарушений в сфере незаконной реализации алкогольной продукции. Все вопросы находятся под наблюдением контролирующих ведомств. Лучшие сотрудники Управления МВД России по городу Самара были награждены почетными грамотами главы города. В их числе заместитель начальника полиции и охраны общественного порядка, Управление МВД России Михаил Гусев, старшеучастковый уполномоченный полиции отдела по делам несовершеннолетних Виталий Глебов и многие другие. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. Далее коротко о других темах дня. ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Признаком фиктивной документации, в частности, считается то, что автоматические комплексы не зафиксировали автомобиль в районе пункта ТО. Если проверка подтверждает нарушение, диагностическую карту аннулируют. Электронные карты оформляются по итогам прохождения техосмотра. Для кого он остался обязательным? В информационной системе техосмотра. Обязательный атрибут фотомашины и технического эксперта на пункте ТО. С начала года, сообщили в МВД, уничтожено более 25 тысяч поддельных документов о прохождении техосмотра. Её летого года установил рекорд по числу угонов автомобилей в России. Количество хищений в этом месяце на 30% превысило показатели января. В течение полугода удерживавшего пальму первенства, отмечают страховщики. Всего на три летних месяца этого года приходится 41% угонов автомобилей. В прошлом году летом было зарегистрировано 29% заявлений о хищении машин. Ещё в начале весны, на фоне сформировавшегося дефицита автомобилей и запасных частей, эксперты предрекали рост количества угонов. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, время жизни угнанного автомобиля не превышает трёх часов. После этого он превращается в запчасти и уходит на популярные интернет-сайты. Распродаётся. Предпочтения угонщиков кардинально не поменялись на лидирующих позициях среди похищенных остаются кроссоверы южнокорейских и японских марок. В полицию Тольятти обратилась 54-летняя местная жительница с сообщением о хищении 24 тысяч рублей при трудоустройстве. Правоохранители установили, что потерпевшая увидела в интернете вакансию дизайнера, прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка. Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров, и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои данные в анкету на указанном сайте и заплатить взнос, перевести деньги на биткоин-кошелёк. Женщина выполнила условия, в итоге просто лишилась средств, сообщают в областном главке МВД. Полиция проводит оперативные мероприятия. Полицейские изъяли у жителя Похвестнево больше тысячи кустов наркосодержащего растения. В отношении мужчины 80-го года рождения завели уголовные дела. Подозреваемый выращивал мак на территории собственного приусадебного участка. Также при обыске у него обнаружили маковую солому. По данным полицейских, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102. В Тульской области обнаружили исчезающий вид полевых сверчков. Найти редких насекомых удалось в одном из песчаных карьеров. На небольшом расстоянии друг от друга в песке можно насчитать более 20 норок. Полевой сверчок представляет собой крупное насекомое черного цвета, которое достигает в длину 23 миллиметра. Обычно он ведет одиночный образ жизни и живет в норке, которую вырывает в рыхлой земле. На территории Тульской области этот вид впервые был обнаружен только в 21 веке. В настоящее время он занесен в Красную книгу как исчезающий. В Самарской больнице Пирогова специалисты выполнили уникальную операцию пациенту с редкой травмой – переломом зубовидного отростка второго шейного позвонка. Нейрохирурги впервые в ПФО применили метод остеосинтеза с помощью биодеградирующего винта. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Это позволило исключить отторжение смещения импланта и, как следствие, надежно зафиксировать перелом. ВИН способствует более качественному образованию костной мозоли и раннему восстановлению пациента после операции. Ряд технологий специалисты нейрохирургического отделения внедрили первыми в России. Так, в отделении впервые установили шейные и поясничные искусственные межпозвонковые диски. Противорецидивный имплант-баррикад при грыже дисков провели через кожную стентовую кифопластику при переломе позвонка. Третий год Самара участвует в региональной программе капитального ремонта пищеблоков. Сегодня депутаты отправились в 29-ю школу, чтобы проверить качество организации питания. Здесь больше не дует из окон, под ногами не скрипят деревянные полы, нет сильного запаха еды и повышенной влажности воздуха. Столовая школы номер 29 изменилась кардинально. Здесь провели ремонт пищеблока и обеденного зала, закупили бытовую технику, заменили освещение и систему водоотведения. Посмотреть новое помещение приехали депутаты городской думы. Мы видим уже яркий пример того, что наша программа действует. Меняется и посуда, меняются столы, стулья, оборудование, прежде всего, на заводе сюда новое. Соответственно, на качестве еды это также отражается, оно улучшается. Пищеблок давно требовал обновления. Школа была построена в 1981 году и с того времени здесь проводился только небольшой косметический ремонт. Здесь более 500 детей начальной школы. Вот на данном объекте, в этой школе, стопроцентный охват горячим питанием и 83-85 процентов, ну, в зависимости от отдельного, от расписания. Это пятый, одиннадцатый класс. Сегодня новое помещение выглядит ухоженным и уютным, а работать и обедать там – одно удовольствие. Дети оценили столовую по достоинству. Теперь здесь, в комфортных условиях, они получают силы для усвоения знаний. Виктория Шарая, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. В преддверии Международного дня пожилого человека в Доме культуры «Заря» прошел концерт, где поздравляли пенсионеров. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Народные танцы, известные песни, атмосфера тепла и дружбы. В Доме культуры «Заря» отметили самых активных жителей Самары серебряного возраста. Праздник приурочили к Международному дню пожилого человека. Это день доброты, любви, мудрости, жизненного опыта. Это все то, чем обладаете каждый из вас. Желаю вам здоровья, благополучия. Желаю вам, чтобы в это непростое время стоимости, мудрости и тех советов, которые вы даете нам и подрастающему поколению хватило на долгие и долгие годы. День пожилого человека ежегодно отмечают во всем мире в первый день октября. Дата выбрана не случайно, ведь в природе, как и в жизни человека, в это время наступает золотая пора. Сегодня праздник. Праздник не пожилого человека, дорогие мои, а праздник золотого человека. Все вы золотые, потому что вы – те люди, которые знают и умеют, как надо жить, как надо работать, как надо любить. Это самое главное. И вы своими личными примерами показываете и сейчас нашему молодому поколению, как надо это делать. Старшее поколение Самары – это люди, которые занимаются рукоделием, спортом, общественной деятельностью, участвуют в волонтерских проектах, заряжают энергией своих друзей и близких. Мы можем посмотреть на людей, показать себя, поделиться впечатлениями, рассказать, что произошло за это время и надеемся, что завтра будет чуть-чуть лучше, чем сегодня. И нам повезло с погодой, солнышко. Так что мы не пожилые, мы молодые душой и энергичные, желающие жить. Этот год объявлен в стране годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В числе таких ценностей – советское кино. Поэтому в программе праздника – просмотр любимых кинофильмов и викторина с призами. Светлана Кудрявцева, Евгения Усова, Василий Колдашов. События. Самарскую область накроет сильное магнитное буря 1 и 2 октября. Чувствительным людям рекомендуется снизить физические и умственные нагрузки. В субботу буря ожидается пятибальная, что означает слабая, а в воскресенье шестибальная, то есть умеренная. В это время нужно правильно питаться и высыпаться, поддерживать тонус организма прогулками на свежем воздухе и контрастным душем. Помимо этого, врачи советуют ограничить потребление энергетических напитков и алкоголя, курение сигарет, а также следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям врача. В предстоящие дни, в конце октября, будут происходить небольшие возмущения, которые колеблются от 2 до 3 баллов. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Вести с Дворянской сообщает о временном ограничении движения транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных 130-летию Самарской исторической мечети. 1 октября с полуночи до 17 часов будет ограничен проезд транспорта по улице Алексея Толстого на участке от улицы Венцика до Ленинградской. Также на этом участке с 18.00 30 сентября до 17.00 1 октября будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. В Кировском районе Самары 1 и 2 октября будет работать муниципальная ярмарка в формате торговли с автомашин. С 8.00 до 20 часов самарцам будет доступен широкий ассортимент товаров высокого качества по низким ценам, включая сельскохозяйственную продукцию. Ярмарка будет работать по адресу улицы Победы, 115А. Также товары местных сельхозпроизводителей можно приобрести на круглогодичной ярмарке в Железнодорожном районе, на пересечении улиц Киевской и Тухачевского и на ярмарке выходного дня в поселке Мехзавод УДК «Октябрь». Как поступить в той или иной сложной жизненной ситуации? Кому обратиться за помощью и поддержкой? Для таких случаев, когда не хочется делиться своими переживаниями с друзьями или близкими, работает телефон доверия. Напоминает телеграм-канал Департамента опеки и попечительства соцподдержки Самары. Если вам плохо и нужна помощь, звоните. Вам обязательно помогут. Телефоны 8 800 121 15 для взрослых и 8 800 2 122 для детей. 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Он был учрежден по инициативе российских педагогических изданий в 2004 году. Администрация Красногринского района Самары в своем телеграм-канале поздравляет работников и ветеранов дошкольного образования. Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников. От души желаем, чтобы в ваших коллективах царили мир и согласие, крепкого здоровья, счастья, удач и благополучия вам и вашим близким, пишут авторы канала. Ежедневно мы проводим в своем телеграм-канале опросы на самые актуальные темы. И сегодня выясняем, есть ли у наших подписчиков комнатные растения. Как показывает голосование, у 47% опрошенных таких растений много. 33% ответили, что есть парочка. 14% респондентов не выращивают растения и 6% хотят завести, но не умеют ухаживать. Проголосовать и оставить свой комментарий вы можете в телеграм-канале Самаргиз. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самаргиз, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»!